Для работы пожарным требуются крепкие спортивные ребята, потому что эта работа требует много физической силы и выносливости. Этот парень показывает на своем примере, как совмещать сложную работу и тренировки. Уверен, вы многому от него научитесь. Обязательно подпишитесь на его канал. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Всю жизнь, сколько я тренируюсь, я пытаюсь набирать массу, потому что общество диктует такой стереотип, типа, если ты долго занимаешься, ты должен быть огромным качком. Но мы-то с вами знаем, что огромным качком могут стать только те, кто химичит просто яростно и весят по 100 килограмм потом. Но люди, которые занимаются в натураху, они не будут огромными качками, особенно если они не хотят жир. Несмотря на все мои потуги, жрать очень много по 3500 калорий каждый день, я все равно не набирал массу в силу своей эктоморфности. Напротив, из-за того, что я очень много жрал по 3500 калорий каждый день, я полностью забил, зашлаковал свой организм и, естественно, окислил его, потому что мясные продукты, а также молочные продукты закисляют наш организм, и тем самым к 25 годам я набрал немало болезней. Этим самым я хочу сказать, что если вы тренируетесь для себя, вы не должны убивать свой организм, потому что вы тренируетесь для себя, и вы хотите сделать себя здоровым, а не, наоборот, зашлаковать весь организм и сдохнуть просто от интоксикации. Ладно, шутка, скорее всего, вы не сдохнете, но проблем можно набрать со здоровьем кучу. Чтобы вы понимали, в детстве я жрал просто чипсы, фастфуд, лимонады, просто горами. Каждый день я покупал пиццу, каждый день покупал кока-колу, либо спрайт, либо фанту, и постоянно это глушил. И где-то с 15 лет, наверное, у меня образовался гастрит и рефлюкс эзофагит. Это когда кислота выходит из желудка и попадает вам в пищевод, обжигая его. И мне уже 25 лет, и до сих пор эта шляпа у меня не прошла. Почему же этот рефлюкс у меня не проходит? А все потому, что я ем очень много тяжелой пищи, которая нужна для поддержания мышечной массы. Это мясо, это молочные продукты. Эти продукты очень плохо довольно-таки усваиваются, да, мясо вообще усваивается, точнее, переваривается 4 часа, а усваивается в организме сутками, блин, оставаясь там, гния у нас в плоти, короче, там внутри. И поэтому зашлаковывается организм, все закисляется и образуется очень благоприятная среда для бактерий, для паразитов, которые у нас живут. А паразиты кто? Всякие лямбли, вот эта всякая червеносная шляпа, которая у нас обитает в организме. Ну, червеносная шляпа, это типа среда обитания для червей, вот вы поняли, да? А теперь представьте, сколько вот такой тяжелой еды качки едят каждый день, то есть по 5-7 раз в день, и представьте, насколько это шлакует и засоряет наш организм, то есть создавая огромную такую среду обитания червей. Эти твари обожают кислую среду, они обожают сладкое, когда вы жрете сладкое пачками, они просто от этого питаются. Я пришел к своему семейному врачу и говорю, Наталья Ивановна, я бы хотел почиститься от паразитов, они живут же в каждом человеке, и она такая говорит, нет, сынок, они живут только 2 недели, если они даже заводятся, но потом умирают. Но это на самом деле такой бред, потому что вот у людей, которых просто куча прыщей на лице, акна вот это все, угри и так далее, зашлакованный организм, именно из-за этого появляются прыщи, а не из-за того, что там переходный период, либо что-то такое, зашлакованность организма, в том числе и у меня была, когда я был мелкий, у меня просто все лицо было в прыщах, но и сейчас тоже угри остались, я иногда их давлю, чтобы не появлялись прыщи, 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 ё-моё! Вот, короче, вот из-за этих шлаков в организме, из-за закисления в организме, происходят всякие непонятные чудеса с нашим организмом. И я это сейчас рассказываю не со стороны какого-то там зожника, либо какого-то там супервегана, либо сыроеда, а со стороны человека, у которого за 25 лет накопились уже неприятные болезни, которые в дальнейшем, если не лечить, можно от них сдохнуть, блин, от того же рефлюкса. Он будет обжигать постоянно пищевод мне, и у меня образуется какая-нибудь там дичь, от которой можно умереть. Зачем нам это надо? Блин, капец, у меня руки отмерзли на улице, все-таки минус 12, вообще, о-о-о-о! Давайте, собственно, перейдем к делу. Я решил провести эксперимент, убрав из своего рациона питания всю тяжелую пищу. Это включает, короче, мясо, включает туда молочные продукты, также сладости. Вот такое вот все виды мяса, то есть рыба, курица, все вообще. Мясо убираем, и целый месяц попробуем питаться именно вот такой легкой продукцией. Это овощи, фрукты, там, какие-нибудь злаки, рис, не знаю, там, макароны тоже оставлю, вот, гречка и так далее. То есть вот такой едой, которая довольно-таки быстро переваривается, хорошо усваивается и дает нам много энергии. И тем самым мы посмотрим через месяц, насколько лучше я буду себя чувствовать, и как вообще у меня пойдут дела с этим делом. Если хорошо пойдут, то я на этом останусь. Если пойдут так же, как и было раньше, в месяц назад, то, значит, будем продолжать питаться, как и питались раньше. Также я буду чистить свой организм с помощью трав, которые выводят там всяких глистов, всяких других паразитов и так далее. Вот, если вам это интересно, то вы можете написать в комментариях. Если будет много комментариев, то я сниму отдельный видос, какими травами и как я буду их принимать, и как буду чистить вообще. Если вы хотите почиститься, то пишите в комментариях, я сниму отдельный ролик. Скорее всего, я солью вес, да? Вероятнее всего. Но мы живем для того, чтобы быть здоровыми, а не для того, чтобы накачаться, верно? У нас не главная цель накачаться, стать огромными, выступить на Олимпе и так далее. Хотя, возможно, у кого-то есть такая цель. Лично у меня цель быть здоровым, быть перспективным и прожить долго-долго-долго, а не сдохнуть в 30 лет. Поэтому, ребята, я создал канал для того, чтобы вы видели, как можно трансформироваться, как улучшать свое здоровье и так далее. Именно поэтому я никогда не употреблял анаболические стероиды, никогда не курил, никогда не пил. Тренируюсь и учу этому вас. Честно говоря, мне всегда было жалко терять мышечную массу, потому что она у меня очень медленно растет из-за того, что я октоморф. Но, блин, ради здоровья все сделаешь. И чтобы вы не думали, что я один такой из спортсменов решил заняться такой штукой, то Фрэнк Медрана, Денис Минин и еще огромное количество спортсменов тоже не едят мясо, не едят молочные продукты и так далее. Потому что они поняли, что это закисляет организм, не дает проходить полезным веществам, минералам, витаминам, углеводы не так хорошо поступают в наше тело, белки и так далее. Плохо все усваивается, когда весь организм зашлакован. Я это стал понимать только тогда, когда начались неприятности со здоровьем. Все из этих людей, которые придерживаются правильного питания, говорят, что у них тоже были проблемы со здоровьем, но потом, как они приступили к такой трапезе, скажем, да, то у них все наладилось. Ну что, друзья, я начинаю эксперимент, он будет длиться месяц. Если мне все понравится, я останусь так же, при таком же питании. Если вы хотите поэкспериментировать со мной, стать здоровее, красивее, мощнее, то тогда обязательно присоединяйтесь. Убираем молочку, убираем мясные продукты, убираем сладости и питаемся всем, что остается. Поэтому, друзья, давайте, если вы со мной, напишите об этом в комментариях и будем тренироваться, развиваться и укреплять свое здоровье вместе. Многие вообще могут сказать, ты что, дурак вообще? Что ты вообще делаешь? Как ты не будешь мясо есть? Ты ж качок, ё-моё. Ну, блин, посмотрим, ребят, новый контент для канала, новые истории, новая штука вся вообще, новое все изменение идет. И будет интересней. Почему? Потому что у всех на каналах одно и то же. Они жрут мясо, там все хавают кучами огромное. А я буду экспериментировать. Это ж интересно. И вам будет интересно, и мне интересно. И если мне будет лучше, то вы тоже начнете вместе со мной это делать и тоже выздоровеете, да? А так, всем спасибо за внимание. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Увидимся в следующем выпуске. Пока!